Участники фестиваля – хореографические и вокальные коллективы из Республик Крым, Яхутии, Ростовской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга, а также коллективы Краснодарского края. Два раза в год в конкурсе «Планеты искусств» творчества народов мира принимают участие ансамбли образцово-вокальных спромт и хореографический кристалл из Новошахтинска. Лауреаты всегда. Первые, вторые места. Образцовый коллектив. Мы просто коллективу в следующем году будет 20 лет. И он все время выездной, конкурсный. Выпускники коллектива поют. Одна девочка у нас поет в Мариинском театре в Питере, но остальные в Москве. Традиционно украшением фестиваля является детский театр балета «Алмазы Якутии». Он принимал участие в культурной программе ЮНЕСКО во Франции. «Алмазам Якутии» аплодировала публика в Египте и на Кипре, в Германии, Италии и США. Воспитывники детского театра балета становились лауреатами фестиваля в Болгарии. Их приглашали на тунисский карнавал. Они были награждены правительством России и мэрии Москвы. Здесь, в Сочи, впервые. Первое впечатление было, конечно, прекрасно. Прекрасный город. Самое яркое впечатление оставили нам поющие фонтаны, которые мы увидели вчера. Ну, интересные были экскурсии. Мы очень много гуляли. Специальный гость фестиваля и член жюри Лариса Полунина – хореограф, участница проекта «Танцуй», преподаватель лаборатории танцевальных искусств. «Мне интересно, что сегодня они нам покажут на сцене. Конечно, безусловно, приятно всегда смотреть на детей, потому что это чистая энергетика, чистая энергия. И хочется, чтобы они были честными по отношению к танцу, чтобы они получали удовольствие от того, что они делают. И, безусловно, чтобы для них это был праздник». Обязательные условия конкурса – показать выбранную культуру любого народа. Номинации разные – хореография, вокал, инструментальное исполнительство, оригинальный жанр, театр, журналистика и фотография. Пройдут также мастер-классы и выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».